Друзья, всем привет! Я Горечевский Георгий и это мои внеорхидейные будни. Как и обещал, сейчас покажу вам как цветет клематис и еще один цветок, который неизвестно откуда у меня появился. Но вот сперва хочу показать вам, похвастаться. Вот прибил такие брусочки вчера для того, чтобы подвязывать наши с вами помидорки. Помните, я сажал розовые помидоры и помидоры черри. Вот видите, некоторые экземпляры уже больше колена выросли. А это ипомея, которую я не сажал, а она вот у меня здесь вылезла. Это сетку я натянул. Посмотрите, вот такая сеточка. Ну, это вообще сетка как бы от птиц, но я ее приспособил для того, чтобы ипомея закрывала мой забор. В прошлом году я точно так же делал. Это вот, кстати, Калаброха. Сюда ее перенес. Видите, горшок лопнутый, ветер как дунул и свалил с забора, где висел он до этого. Ну, вот цветочки вроде целые остались, а вот горшочек немножечко разбился. Так, и что у меня здесь нового, друзья? Это у нас борется за жизнь еще один клематис, который покупал в интернете. Это Мойзлер, наша Мойзлер, Нелли Мозлер, Мойзлер или Мозлер. Не знаю, как правильно. Пока что я с английским на «вы». Что у нас здесь интересно? Вот цветочек сегодня один раз цвел наши бархатцы. И, друзья, посмотрите, какой экземпляр вымахал. И вот история этого цветочка, друзья, она удивительна. В прошлом году он на этом месте рос, а я думал, что это какой-то, ну, не знаю, лопух или, я не знаю, начистотел похожие листья. Я его удалял. Он опять отрастал, я его удалял, отрастал, удалял. И вот в этом году он начал расти. Я думаю, да бог с ним, пускай растет, зелени и так мало. И вот, друзья, оказывается, это вот этот вот роскошный цветочек. Кто знает, напишите в комментариях, как он называется. Я вчера его забил в Яндексе, и Яндекс мне выдал, что это, друзья, Мальва. Роскошная Мальва Блэкбери, кажется, вот так вот называется этот цветочек. Очень, вот он буквально пару дней как раз цвел вот такими вот интересными, темными, темно-бордовыми, какими-то таким глубоким окрасом. Посмотрите, очень интересный цветок. Я, честно говоря, его впервые вижу. До этого я видел, в детстве ловил подобный вот цветочек. Ловили в детстве мы шмелей, но они были в виде колокольчиков. А это такой вот пушистый, бархатный весь. Это вот наши бархатцы, помните, сажали. И вот здесь вот какие-то еще взошли у меня цветочки. Семенами я сеял, и они вот бесконечно цветут. Так, что у нас здесь? Здесь клубничка. И, друзья, наш с вами клематис, который первый раз расцвел на мой день рождения. Это его первое цветение. Хотя вот везде говорят, что клематис при своем первом цветении лучше его удалять, цветочки обрезать. Ну, я, друзья, мне жалко. Я их оставил. Пусть они такие невзрачные, маленькие. Но, друзья, они такие классные, такие роскошные. Они вот бесконечно такое револьверное у него цветение. Он цветет, цветет, цветет. Одни цветочки опадают. Вот видите, цветочки одни у него такие осветленные. Это первые, которые на день рождения вылезли. Уже лепестки опадают. А это вот, друзья, вторые цветочки. На подходе третьи, темные. И вот он, по идее, должен до октября цвести. По идее, этот именно сорт. И он такой, знаете, цвет живьем. Ну, я думаю, что камера передает настоящий цвет его. Вот я смотрю себе в мониторчик на экран. Он реально передает именно такой цвет, какой он настоящий. Такой сиреневый, фиолетовый окрас. И здесь у меня клубничка продолжает плодоносить. Ну, что-то она больше, как я уже говорил, на землянику. Но она зато сладкая. Прелесть. Клубника немножечко болеет у меня. Надо было опрыскивать ее. Пойдемте еще посмотрим, какие у меня, друзья, изменения и новшества в моем огороде. Бархатцы прям разрослись. Но цветок, друзья, малева просто роскошная, малева красавица. Посмотрите, что я ее удалял в прошлом году, не знаю. Но вот, честно говоря, вот прям не знаю, откуда он растет здесь. Я сделал... Я не сажал этот цветок. Я сделал грядку, что-то какие-то... В прошлом году у меня цветочки здесь росли. Он среди них вырос. И я его вот в этом году не стал удалять. Так. А это, друзья, бассейн. Позавчера я его уже установил. Здесь у меня цветочки подвесил горшок. Кто помнит, у меня в горшочке вот такие вот роскошные цветочки. А это, друзья, я. Всем привет. Привет-привет. И примастил такие из железа. Вырезал, нарезал. На болгарке такие полоски. Согнул молотком. И вот примастил крючочки, чтобы под окошко вот так было уютно. Это бассейн, друзья. Размер 2х4. Он у меня уже 2,5 сезона. Это вот в прошлом году, кто смотрел видео. Наш канал помнит, как я в нем менял уже ближе к осени воду. Спустил, оставил сантиметров 20. Ураган налетел. И его у меня практически унес. Попагнул. Все. Но вот, слава богу, он целый. Установил его пару дней назад. Налил воду. Купил буквально вчера вот этот вот чехол сверху, чтобы мусор не оседал в сам бассейн. Потому что всякие жучки, паучки. Все туда летит. А вот сейчас вот такой тент натянул. Интересный. И он еще, друзья, подогревает этот тент. Сверху солнце светит. Он нагревается. Вот смотрите, дырочки такие. Ой, вода горячая. Прям кипяток. Я специально его не до конца бассейн водой залил, чтобы холодненько его разбавить. Буду купаться. Сегодня пришла смс-ка. В обед буквально МЧС рассылку делала смс-ок о том, что у нас надвигается шторм. Такое своеобразное штормовое предупреждение. И типа сказали, что сидеть дома. Вот я, друзья, сижу дома. Вот цветочки для гномов, посмотрите. Такие маленькие фиолетовые какие-то. Такие маленькие анютины глазки. Видите? Смешные цветочки. Прям совсем маленькие. Я что-то думал, что они побольше будут. Но совсем какие-то малявки. Так, друзья, что у меня еще такого интересного здесь растет. Ну, любуюсь горшочком. Кстати, тучки уже набегают. Ветер тоже, ну, такой уже подымается ветерок. Надеюсь, что ничего в этот раз у меня не снесет. Как в последний раз у меня металлическую дверь свалило. Прям буквально, помните, недели две назад, что налетел ураганчик небольшой и свалил дверь. Прям вот перед тем, как прямой эфир я хотел начать. Так, здесь у меня малинка. Полотенце упало. Сушки. Здесь у нас цветочки продолжают свисти. Неплохо. Что-то газон у меня в этом году. Забросил я его совсем. Надо его кормить, подсеивать. И вот, посмотрите, какие черри. О, какие роскошные. Скоро прям будет урожай. Обалденный. А запах, друзья, стоит. Прям помидорами. Вот, когда трагиваешься до этих кустов, до листиков. Прям запах источает. Прям такой насыщенный запах помидор, друзья. Вот того, что не хватает от тех помидор, которые в магазинах продаются. Или тепличные помидоры, которые в магазинах продаются зимой. Они вот без этого запаха. А сейчас запах просто обалденный. И вы меня спросите, Георгий, ну это все понятно. Там у тебя бассейн. Плюс еще вот эти флоксы у тебя расцвели. Кстати, вот они сегодня еще новенькие расцвели. Видите, они такие все разные, интересные. Это все понятно. Но почему у тебя видео называется, что ищу невесту. Жизнь вне орхидеи. Ищу невесту. Друзья, нет. Я, конечно же, ищу невесту. Но не для себя, друзья. Я ищу невесту нашему котику Мите. Сегодня я выложил объявление на Авито. И этим объявлением поделился у себя в Фейсбуке, у себя ВКонтакте. Вот такой вот котик ищет встречи с кошечкой. Митя говорит, папа, давай мне кошечку. Познакомь меня с кошечкой. И вы знаете, я вот разместил вот такую фотографию его. Вот здесь вот собрал его самые такие интересные фотки, которые выкладывал во вкладке в сообщество в Ютубе. Вот здесь он в миске вообще спит. Прикольная фотография. Вот здесь он футболку мою охраняет. Вы все эти фотографии видели. Я их так или иначе показывал в видео. Но самое интересное, я дал еще ссылку на видео, в котором Митя прекрасно слушает лекцию про янтарную кислоту. Чтобы про янтарную кислоту, чтобы его посмотреть вживую. Вот такой вот он. Помните, красавчик. Кто, кстати, не видел это видео, в котором Митя задумчиво и так вдумчиво слушает вальяжно мою лекцию про янтарную кислоту, можете пройти и посмотреть. Ну вот, я разместил объявление. Вот такое вот. 200 просмотров на сегодняшний день. Но пока что еще ни одного контакта и ни одного, скажем, такого запроса на нашего Митя не поступило. Одной кошечке он понравился. Но оказалось, что у кошечки тоже ушки вот такие примятые. А они, шотландцы, должны спариваться. Вот если у одной противоположного пола ушки прямые, значит у противоположного пола должны быть приплюснутые. Если у мальчика торчком ушки, значит у девочки сплюснутые. Если у мальчика сплюснутые, вот как у нашего Мити, значит у девочки должны быть ушки торчком. Почему? Потому что одинаковыми ушками нельзя кошечкам, шотландцам встречаться, котикам. Почему? Потому что в таком случае они будут рождаться больные. Поэтому они должны быть с разными ушками. Вот написал я, что помогите мальчикам. Он у нас, друзья, первый раз. Но пока что результата нет. Первый день, Митька у нас скучает, жарко. Не знаю, как оно дальше пойдет. У нас есть на примете кошечка, но она еще воспитывает котенка. Как-нибудь покажу. Беленького котенка родила наша знакомая кошечка у наших родственников. Но посмотрим, как будут развиваться события в будущем. В общем, друзья, вот такая вот обстановка на сегодня. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok